здравствуйте и с вами снова я ваш доктор шилов а сегодня вот о чем задал мне один пациент вопрос а настолько ли критично иметь разную длину конечностей иметь какой-то перекос таза иметь неправильное положение головы смещенной в сторону ведь мы же компенсируем все мы же живые мы же не машина и поэтому на самом деле все собственно говоря можно нивелировать человек так и сделал чтобы не быть абсолютно симметричным поэтому это все нормально мы все правши либо левши поэтому на какую-то сторону на какую-то сторону мы развиты больше или меньше очень закономерный вопрос очень правильный только всегда надо понимать что есть некая золотая середина вот и почему настолько критичным может оказаться какой-то перекос или какая-то разница в конечности какое-то неправильное распределение тонуса с машиной сравнивать было бы некорректно да потому что наш организм это кибернетическая система и там где плохо он может какое-то время компенсировать может восстанавливаться может изменять что-то и это нормально он сам регулируется машина не может до практически саморегулироваться только в электронике там да где мозги работают в механической части нет опорно двигать систему человека все-таки это больше механическая часть но ее конечно можем центральным способом как-то направлять как-то изменять причем это можем делать как от нас зависимо то есть произвольно так и не произвольно но тем не менее давайте скажем так если долгое время наш организм что-то компенсирует то в молодости это все работает потому что работают анаболические еды на свои процессы например есть какой-то перекос соответственно на одну сторону идет больше нагрузка там изнашивается больше и быстрее вот но наш организм может это нивелировать и этот износ компенсировать анаболическими процессами клетки делятся восстанавливаются и и так далее мышцы быстрее восстанавливаются ты в быстрее вырабатывается анаболизм идет вообще во всех направлениях гораздо быстрее с возрастом анаболизм медленно теряется а со временем переходит и в катаболизм это что изнашивается быстрее а с годами она будет еще быстрее потому что перекосы будут усугубляться увеличился предоставленные сами себе они всегда развиваться будут от плохого худшему это неминуемо вот и начнется процесс декомпенсации то есть когда организм не будет успевать уже все это дело восстанавливать и вот тогда начнутся все болячки а так как этому времени выработается уже динамический стереотип с которым бороться будет практически невозможно то лечить такую проблему будет чрезвычайно сложно потому что можно будет убирать боль можно будет убирать воспаление но саму причину заболевания это никак не будет устранять это прямо железно вот и поэтому все как говорится alice машина посыпется вот представьте по поводу перекоса давайте сами сравним все-таки с автомобилем вот как важно знать любой автомобилист сделать правильно балансировку колес и еще важнее наверное делать правильно развал с восхождение потому что если не сделал правильно развал восхождение то будет износ резины это будет прямо заметно даже за один сезон можно вообще покрышки со стереть с одной стороны либо какой-то ребро там вообще это будет очень заметно вот понимаете точно также когда нету развала схождения в организме человека также идет износ он какое-то время восстанавливается быстро а потом уже не восстанавливается этот износ усугубляется а дальше что начинается стоит какой-то проблеме сам серьезно проявиться и дальше просто все посыпется вот представьте например что у машины полетела стойка амортизатора она полетела какое-то время компенсируют это дело пружина но пружина тоже долго не выдержит уже что-то не так работает чет подстукивает на ямках а потом и пружина полетит потому что она не рассчитана на такие нагрузки у нее своя задача а пружина полетела полетели рычаги и так далее то есть все и машина вся пошла как говорится по известному месту вот вот так и человеческим телом абсолютно работает полетела одно полетел межпозвоночный диск полетел другое и так далее и так далее вот почему важно на самом деле быть все-таки более-менее симметричным, устранять свои проблемы, вырабатывать правильный, симметричный, равномерный, динамический стереотип, когда нет перегрузки, а идет правильное динамическое распределение по всем мышцам, так как это положено, чтобы максимально эффективно поддерживать физиологические функции опорно-двигательной системы. Поэтому гораздо легче профилактировать, еще раз говорю, чем лечить. Как и машину. Вовремя делайте профилактические ремонты, вовремя делайте техобслуживание, не тогда, когда проблемы начались, а до них, и тогда проблемы вообще не возникают. Вот так вот, так и работает мануальный терапевт. Ему гораздо легче проблемы не допускать, чем лечить уже существующее. Тем более, когда нет запчастей. На машину можно купить запчасть, а на человека, извините, практически никогда нельзя. Все, с вами был доктор Шилов, до встречи в следующем видео. Но по саран, это я про болезни.